Главное, на этой жижи не подсоединитесь. Вот так мы боремся с управляющей компанией. Дошло до того, что пришлось пригласить телевидение. Картина, мягко сказать, неприглядная, а запах и того хуже. Благо, телекамера его не передаст. Почти весь подвал 75-го дома Пакирова заполнен фекалиями. Где-то погуще, где-то пожиже, но результат один. Запах, разъедающий даже глаза, тучи комаров и мошкары. Я заведую теплоузлом. Хожу, прибавляю, убавляю. Вот. Приходишь, бродняк надо ходить, понимаете? И запах, и комаров тьма тьмущая. Мата завернешь, идешь, понюхаешь, да и все. И на ночь раптор включаешь, когда дверь открываешь. Зимой раптор включать, это же где-то такое может быть. Только в нашем доме. Дома, вонище такое, и в подъезде не выйти прямо, а у меня аллергический линит, я все ночи не сплю. Мохи зимой летают в квартире, а. Это просто ужас на втором этаже. Комары всякие, я за ними гоняюсь, они от меня улетают. Ну вот. Никакой жизни нету. Это не капремонт, это вообще, это ничего не было. Дом покрасили и все. Да, и до сих пор деньги платим, и будем до смерти платить. Жители дома уверены, причина их проблем в некачественном проведении работ. В 2017-м на Кирово-75 в рамках капитального ремонта подрядчик заменил все коммуникации, в том числе и систему водоотведения. А труба, говорят люди, уже дала течь. Вот это, пожалуйста, у нас был капитальный ремонт, кажется, в 2016-м году. Вот такая у нас ситуация. Кое-как заделана. Но в данный момент у нас уже очень давно течет. Управляющая компания там вот дальше ходит, показания за воду снимает. Счетчики стоят на воду. Они что, этого не видят, что ли? Вот, пожалуйста, посмотрите, два кирпича засунуты. Это капитальный ремонт у нас называется. Все после капитального ремонта. За что они получают деньги? Администрация тоже должна обратить внимание и заинтересоваться прокуратура таким капитальным ремонтом домов. Мы часто вызывали в горводоканал, звонили. У нас в подвале была вода. После капитального ремонта тоже. Можете поднять данные горводоканала заявки. Один раз в каком-то году я дала заявку в горводоканал, управляющая компания сразу поменяли замок, чтобы мы в подвал не ходили. Обслуживает этот дом жил фонд «Город». Мы дозвонились до директора управляющей компании. Она пообещала решить проблему сегодня. На данный момент обнаружено расхождение канализационного стояка, поэтому происходит утечка. Заявок на аварийно-диспетчерскую службу от жителей не поступало. Данное происшествие будет устранено именно сегодня. Управляющая компания посмотрит по документам, если срок гарантийного обслуживания не истек, то мы направим в фонд компремонта. Там есть проблема не только в капитальном ремонте. Там проблема еще в том, что когда производился капитальный ремонт, одна из квартир не дала допуск. И поэтому в момент соединяли стык новое со старым. В данный момент проблема потекла в том месте, где соединено старое и новое. Итак, первая рекомендация собственникам. Если в вашем доме проходит капремонт, нужно предоставить доступ рабочей бригаде ко всему общедомовому имуществу. В противном случае ремонт может оказаться бесполезен. Второе. Гарантийный срок на проведение работ 5 лет. Если он не вышел, а начались протечки, бейте тревогу. Лучше обращаться не только в управляющую организацию, но и напрямую в фонд капитального ремонта. Он проведет свое расследование причин аварии. Мы не обратились, наверное, из-за того в капитальный ремонт, потому что раз неоднократно были обращения в управляющую компанию, то мы считали, что все-таки они, наверное, посредники тоже между какими-то обращениями жильцов по каким-то проблемам и той инстанции, которая должна решить эту проблему. Но когда мы увидели, что проблема-то никак не решается, все-таки решили привлечь телевидение для того, чтобы разобраться, к кому обратиться и как устранить нам все эти неполадки. В первую очередь, если жители выявляют какие-то повреждения, нарушения в конструкциях, которые менялись при проведении капитального ремонта, им в первую очередь необходимо обратиться к нам в фонд капитального ремонта или по телефону, или в виде письменного заявления. Если повреждение возникло по вине подрядчика, то для устранения этих замечаний будет привлечен подрядчик в рамках гарантийного ремонта. Но проблема на Кирово-75, скорее всего, гораздо глубже. Эти фекалии в подвале дома вполне могут быть следствием устаревшей системы общегородской канализации. В части домов Котласа и Вычигодского, а в Приречном районе почти повсеместно, канализационные колодцы на подпорах. Большой напор выбивает заглушки, истоки прямиком идут в подвал. А если не выбьют, то все это окажется в квартирах первого этажа. Вот посмотрите, пожалуйста, у нас все стены уже как крошатся. Если капитальный ремонт был, в подвале все время вода, эта влага камень точит, вода камень точит. К этой проблеме для жителей улиц Кирова и Виноградова добавляется другая – отсутствие централизованной ливневой канализации. Особенно это обостряется осенью и весной. Но последствия могут проявиться в любое время года. Проблема продажного района – это очень мне хорошая знакомая района. Вот эта дорога, которая идет вдоль реки Северная Двина, ну то есть я имею в виду на вокзал дорога, она давно передавила весь естественный сток. И вот как весна, там начинаются все люки. Дворовой канализации работниками управляющей компании, там, не знаю, дворниками подымается, потому что, чтобы согнать с дворов талую воду. А вот с этой талой водой идет туда мусор, и в частности идет туда песок. И вот этот песок, он оседает в трубах. Снижается пропускная способность, снижается скорость течения воды, идет заедение трубопроводов. Как видим, у разных служб версии свои. Пока они перекидывают проблемы друг на друга, жители Кирова-75 все больше увязают в фекалиях. Похоже, пришла пора подключить прокуратуру. Тем более, практика есть. Например, в 2018-м через суд межрайонная прокуратура признала законным свое представление о бездействии администрации Котласа, так как последняя не присоединяла дворовую ливневую канализацию все в том же Приречном районе на Виноградово-6 к общегородскому коллектору, результатом чего тоже были подтопления. Осталось выяснить, исполнила ли администрация Котласа спустя два года представление прокурора. Елена Кермич, Александра Гаврилова, Алексей Вачек, Кот-Ньюс.